Самое главное – это безопасность детей. Учебный год только начался, сейчас стало больше детей на дорогах и в транспорте. Дорожно-патрульная полиция и так ежегодно проводит акции, а в этот раз – это совместные усилия полицейских Акимата и одной из компаний, эксперты которой приехали в одну из школ города. Детям раздавали светоотражающие элементы, с помощью которых ребенок будет более заметен на дороге. Это живое общение детей с полицейскими. Они могут посидеть на автопатрульной машине, посмотреть, как работают мигалки, громкоговорящие устройства и другие оборудования автопатруля. Сотрудники полиции также рассказали детям о правилах безопасности дорожного движения. Что отрадно, что такая акция у нас проводится впервые и в дальнейшем будет проводиться в других школах города и в селах, поселках областного масштаба. Самым интересным, конечно же, оказалось то, что дети смогли усесться в патрульную машину, своими глазами увидеть изнутри, потрогать рацию, руль, посидеть в авто и увидеть другие элементы. Некоторые из них выразили заинтересованность в этой профессии и решили стать полицейскими. Я мечтаю быть полицейским, чтобы защищать свой город, чтобы быть хорошим. И хочу стать спецназом, чтобы всю землю защищать. Это не разовая акция. По всей республике проводятся различные меры профилактики для спасения детских жизней. Кроме того, эта акция сделана для того, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения, так как Акимат в этом году совместно с полицией решили, что это одна из приоритетов и нужно обращать внимание на безопасность дорожного движения. Такая программа будет и в следующем году продолжаться. И мы надеемся, что во всех школах полицейские придут с такой важной информацией для детей, потому что детям нравится это. Картина с ДТП, конечно, не радужная. Зачастую водители не только невнимательны на дорогах, но и подвергают опасности окружающих. Пешеходы, в свою очередь, тоже иногда не соблюдают правила дорожного движения. За 8 месяцев текущего года на дорогах области было зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 71 человек, и из них ранено 243. С участием детей зарегистрировано 32 ДТП, в результате которого трое детей погибло, и 34 получили травмы различной степени. Порой дети бывают мудрее родителей, и пока взрослые нарушают, дети предупреждают об опасности и просят быть внимательнее. Уважаемые родители, пристегивайте детей ремнями безопасности, потому что может случиться случайный случай, и вы можете себе свою жизнь угрозить. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного транспорта, чтобы мы жили хорошо и безопасно. Гульнару Марова, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК, 42.